В России, чем они отличаются, какие-то особенности, я сейчас немножко расскажу. Первый продукт это усилитель черри 180, называется он в честь базовый цвет, цвет в виде вишни. Вот усилитель здесь стоит, можно подойти покрутить, посмотреть, какие лампы и так далее. Как вариант, как опция, данный усилитель можно заказать и в черном цвете, который смотрится не менее роскошно по сравнению с цветом черри, который является базовым. Все усилители построены по двухтактной схеме. В данном усилителе используется выходной каскад на 88 лампах производства Китая. Следующий продукт, 305, использует уже лампы 120, лампы российского производства. То есть усилитель очень мощный, способный раскачать условно любую, те же самые тяжелые акустическую систему. Принцип построения примерно одинаков, что первой модели, что и второй. Соответственно, возникает часто вопрос, как рассматривать данные продукты. Как усилитель мощности или как условно-интегральный усилитель. Прежде всего, это моноблоки. Мы заметили, каждый моноблок работает на свой канал. Тем не менее, многих смущает, вызывает вопросы. Это ручка, оперативный регулятор, который изначально является регулятором входной чувствительности. То есть по умолчанию, скажем так, данный усилитель надо рассматривать как усилитель мощности, а конечный усилитель мощности. Каковы рекомендации? В случае использования его как в качестве усилителя мощности, вот этот регулятор входной чувствительности должен быть выкручен на максимальное положение. То есть стрелка максимально, скажем так, громкость. И в данной компоновке, в данном положении он подключается к предварительному усилителю. В случае, если предварительный усилитель является не очень хороший, слишком шумный, и эти шумы слышны в тракте, регулятором входной чувствительности мы можем эти шумы убрать, то есть отрегулировать звук, построить вот так, как нам нужно. Это в случае использования его в качестве оконечника. Однако мы используем журналы, которые тестировали этот продукт, использовали его как условный интегральник с ограниченными возможностями коммутации, поскольку вход только один. В данном случае данный регулятор можно использовать как обычный регулятор громкости. Неудобство только в том, что, с учетом того, что это два моноблока, надо использовать два регулятора громкости, чтобы выставить оптимальное положение громкости. Второй нюанс, который используется в данном усилителе, это возможность некой отстройки звука с учетом персональных предпочтений, особенностей акустических систем, особенностей помещений и так далее. На передней панели есть такой тумблер, который регулирует глубину обратной связи. То есть в левом положении она составляет минус 20 дБ, в правом минус 12 дБ. То есть звук немножко меняется, мы можем таким образом подстроить звук так, как нам нужно. На передней панели мы видим индикатор, который осуществляет показания напряжения смещения. Данное напряжение смещения мы тоже можем менять. На задней части есть потенциометр. Если его покрутить, можно, опять же, при увеличении тока смещения звук становится более транзисторный, при уменьшении напряжения смещения звук становится более теплым, еще более ламповым, комфортным и так далее. То есть есть ряд возможностей для подстройки звука с учетом особенностей того, о чем я говорил. Что хотелось бы сказать? Во-первых, презентация это только ручная сборка. Это мейден, USA, чистый как бы воды. Все собирается на фабрике. Количество сотрудников небольшое. Соединение аудиофильское, никаких печатных плат. Если снять нищу, мы посмотрим. Все прямой навесной монтаж. Все как в классических аудиофильских схемах. Ну, то, что я вам говорил, да, возможность регулировки глубины обратной связи. Потенциометр для регулировки тока смещения. Все это как бы... Всем это можно пользоваться, не надо этого бояться. Каждый усилитель подвергается контрольному прогреву. 78 часов на частоте 1 кГц. Какие продукты новые и какие продукты мы ожидаем в ближайшее время? Первый продукт, который мы уже получили, и продукт, который существенно дешевле данных моноблочных усилителей, это уже стереофонический усилитель двухканальный, который работает по тому же принципу, как и моноблоки. То есть по умолчанию это оконечный усилитель, двухканальный усилитель мощности. И, в принципе, его можно использовать как условный интегральник, если у нас достаточно нам одного входа. Как правило, кто использует ламповый усилитель, редко пользуется какой-либо коммутацией. Как правило, при лигу у человека стоит либо вертушка, либо компактный диск проигрыватель, и все ограничивается. Модель называется Black Magic, 20 показателей ватности, 20 честных ватт, высокие токовые показатели. Если вы были на выставке, вы, наверное, могли его посмотреть, послушать. То есть он подключен, насколько я знаю, к ЛС-50 к ЕФУМ, и с учетом даже невысокой чувствительности, а именно ЛС-50 чувствительность всего 85 дБ, то есть данный усилитель вполне справляется, акустика работает, раскрывает свои возможности. – Основая категория? Оценовая категория данного усилителя – 100 тысяч рублей. В зависимости от курса, если курс меньше, то у нас начало стоило как бы 99 тысяч рублей, если курс поднялся, то, грубо говоря, 3 300 он стоит. Соответственно, под курс мы подгоняем. На выходе стоят лампочки 84-й, причем данный усилитель можно использовать и как стерео, и как моноблок. Вот тут есть переключатель стерео и лимона, то есть можно купить два усилителя, и использовать, увеличив мощность в два раза, до 40 Вт, можно использовать два. Каждый усилитель имеет схему автоматического вставления постоянной составляющей, низкий реактивный ток, симметричная пара входного каскада на базе ламп 12АХС, очень высокое напряжение на экране ламп, и одно напряжение порядка 408 Вт. На что хотел бы обратить внимание в данных усилителей, когда идет разговор о замене лампы, если лампочка вышла из строя. Стоят, в общем, всем известные лампочки 84-й, но обязательно обращайте внимание, что нужно использовать лампы только с литерой М, поскольку литера М означает то, что лампа работает на высоком напряжении, и обычная лампочка там не годится. Из новых продуктов, которые должны появиться в конце этого года, это вот такой монстр, 900-ваттный ламповый моноблок. Собственно говоря, даже назвать моноблоком его очень сложно, поскольку сам моноблок состоит из двух частей, то есть отдельный блок питания и отдельный блок с каскадами ламп. 900 Вт, Silver 7, то есть название, это некая реинкарнация тех знаменитых моделей, которые выпускались в 80-е годы, на заре как деятельности Боба Карвера и так далее. Кроме этого, компания Боб Карвер занимается разработкой акустических систем. Пока посмотреть прототип этих акустических систем можно на сайте, я не включал их в презентацию, поскольку продукт окончательно как бы не утвержден, в каком виде будет акустика, поэтому говорить о ней сложно. И появится еще, опять же, в этом году должен появиться уже предусилитель, который все ждут, поскольку можно полноценно использовать моноблоки или оконечные усилители, чтобы все было под одним вариантом. Да, ну вот, собственно, сам Боб Карвер, помимо радиоработка мастера. Это что касается по Бобу Карверу. Еще один бренд, о котором мы говорили осенью, о котором я сейчас еще раз хочу сказать несколько слов, поскольку этот продукт уже у нас частично появился, на базовые модели уже есть цены, то есть мы принимаем на них заказы, можем их продавать, а часть моделей есть уже на складе. Значит, ТЭТА ДИЖИТАЛ. Не буду долго рассказывать про историю компании, расскажу про те текущие продукты, которые сейчас доступны, и по особенности работы с продуктом ТЭТА, если кто-то не знает, как с ним работать. Первое, это появился и есть на складе 3D-блю-рей-проигрыватель с функцией передачи данных lossless audio, форматы 3D, SuperAudio CD, DVD-аудио и так далее. Два HDMI-выхода, аналогового выхода нет, то есть это нужно рассматривать как, скажем, 3D-блю-рей-транспорт. Соответственно, есть возможности интернет-стриминга, порт ESATA, порт USB и так далее. Транспорт используется на базе транспорта OPPO, варианты отделки черный и серебристый. Продукт есть на складе, его можно приобрести. Ценовая категория в районе 6 тысяч долларов. Я сейчас могу в перерыве открыть точно прайс, то есть у него есть уже цена, поскольку мы их привезли, мы их, так сказать, имеем представление. Управление с планшетов, телефонов предусматривается? Не могу ответить на этот вопрос, предполагаю, что да. Сходу не могу сказать. А как интернет-стриминг, что конкретно? По сети работают, как? Как работает по сети тоже. Я думаю, что те базовые возможности, которые существуют по управлению по сети, они, возможно, в него заложены. Более подробной информации не могу дать, поскольку продукт мы получили буквально неделю назад. Что касается... Ну, и Тепто известный игрок на рынке процессоров, то есть зарекомендовала себя именно как один продукт, не заурядный в области возможности обработки многоканального звука, и знаменитый продукт Касабланка. Соответственно, в чем особенности работы с данным продуктом не только процессора, но и, скажем, многоканальных усилителей? Это открытая архитектура. То есть у нас нет жесткой цены. Если кто-то работал с Меридианом, наверное, знает. Значит, есть база, которая продает, которая стоит определенных денег, в эту базу входит определенный набор функций, набор входов, а все остальное мы строим и конфигурируем в зависимости от той задачи, от той системы, которая нам нужна. Нам нужен 5-канальный звук, 10-канальный звук и так далее. Какие нам нужны платы? Балансные, небалансные, с более мощными цифроаналогами преобразователями, с RCA выходами и так далее. То есть в данном конкретном случае, когда мы ведем разговор о приобретении процессора, нужно от вас иметь понимание, какая стоит задача. Данный продукт мы не держим на складе, все процессоры идут под заказ. Поскольку мы должны сконфигурировать систему, для того, чтобы она была персонализирована именно под ваш заказ, под ваши задачи, под конкретный клиент. Срок исполнения где-то от 1,5 до 2 месяцев, в зависимости от того, как правило, мы в эти сроки нам обещали, что мы будем укладываться, поскольку возить мы будем самолетом. Исполнение есть как классическое, так и в Рэйк-маунте. Выглядит она, по-моему, дизайн не изменился. Вот что входит в базовое шасси. Блок питания RS-232, HDMI-карта, цифровые карты, аналоговые и так далее. То есть основное, то, что нам нужно, и, как правило, хватает. Вид сзади. То, что конфигурируется. Конфигурируются, как правило, вот эти три последних слота. Немножко мы в этот раз заказали процессор, который сейчас стоит на выставке. Мы заказали две платы, и обе платы, они балансные. Соответственно, мы столкнулись с проблемой, как подключить сабвуфер, потому что сабвуфер там стоял с небалансным входом. Поэтому вот это учитывайте, да, если есть возможность подключить сабвуфер по балансу, в этом проблем нет. Каждый выход мы можем сконфигурировать, под функцию сабвуфера. Если же сабвуфер только RSA имеет вход, то, соответственно, нужно изменить и закладывать в проект плату с RSA выходами. Чем отличаются платы? Потому что они есть двух видов. Extreme и Premium. В Extreme стоит самые мощные цифроаналоговые преобразователи, а в Premium стоит цифроаналоговые преобразователи чуть пониже класса, чуть пониже разрешения. То, что мы протестировали тот процессор, который к нам пришел в нашем демо, мы, честно говоря, были очень сильно удивлены возможностями работы данного процессора именно в режиме стерео. То есть, как правило, все-таки процессор хорош в режиме многоканального звука, а в стерео он проигрывает. Здесь его можно даже рассматривать, наверное, не как процессор в большей степени, а, может быть, даже как AV-контроллер. Потому что потрясающее разрешение. Наверное, это заслуга и носителя, заслуга и цифроаналоговых преобразователей в плате экстримовской. Ну и, я думаю, что не без участия конечных усилителей, которыми традиционно славится компания TetaDigital. Значит, чтобы сконфигурировать тот продукт, который вам необходим, вы можете, в принципе, это сделать сами на сайте TetaDigital. То есть, вы можете зайти в отдел процессоров, скомпоновать то, что вам нужно, распечатать этот заказ, прислать нам, чтобы не обсуждать это по телефону, чтобы это было все зарегистрировано. В этом отношении, я считаю, что очень удобно. Ну, то, о чем я говорил, те платы, которые можно заказывать, и что дополнительно. То есть, дополнительно в ближайшее время у Касабланки появится возможность работы под программной оболочкой Dirac Life, и к концу года они обещали оболочку под Тренов. Соответственно, карта Dirac Life, она стоит достаточно серьезных денег, но, как показывает практика, это абсолютно оправдано именно при организации театральных решений. Сергей, можно спросить? Там написано 12 выходов, а если будут правы? Да, можно так. То есть, они все 12 будут, скажем так, разные потоки раздоров, правильно? Помимо открытой архитектуры с точки зрения железа, здесь есть возможность, наверное, у многих есть возможность программного апгрейда, когда появляются какие-то новые форматы, новые возможности. Соответственно, подключаем компьютер и делаем программный апгрейд. В данном случае это можно делать и программный аппаратный апгрейд, даже с теми процессорами, которые выпускались раньше, и у вас процессор будет отвечать всем на современные возможности. Что снято с производства, что появилось? Потому что многие работают, спятые задают вопрос, это доступно, это доступно, это что доступно, что недоступно. Цитадель 1.5 снята с производства, Enterprise тоже снят с производства. Появилась новая модель Prometheus, мы ее еще пока не привозили, мы должны быть летом привезем ее. Какие у нее возможности? Выходная мощность, это моноблоки, на 250 вольт на 8 он, 500 на 4 Ом, демпинг-фактор свыше 2,5 тысяч, сигнал шум 128 на ЦБ. То есть такие, по крайней мере, эти характеристики заявлены очень серьезные. Люди, кто работали с ТЭПи, продолжают с ней работать, поскольку мы за этот продукт поборолись, я думаю, что не зря. Только ценовой, по тебе, неизвестный? Ценовой на данный продукт нет, потому что у нас есть экспортный прайс-лист, то есть есть цена, за которым продается в США. Вы знаете, что она может отличаться, вернее, не может отличаться, она отличается от цены, которая будет в России, поскольку мы везем доставка, растаможка, плюс авиаперевозка, то есть все это как бы... То есть, естественно, цена у нас будет повыше. Я могу сказать цены пока, на сегодняшний момент, на процессоры, на платы, на 3D-блюрейт-проигрыватель и вот на новый многоканальный усилитель Дридновый. Классическая компонушка такая, да, многоканального усилителя, опять же, построена вот по открытой архитектуре. Мы привезли сейчас два усилителя восьмиканальных, в разных цветах, в черном и в серебристом. Сейчас мы разместили заказ на трехканальный, то есть мы можем конфигурировать как хотим. Используется два вида плат. Это одна плата один модуль на 250 Вт и модуль два по 100 Вт. Собственно говоря, в данном усилителе мы и тестировали вот это из-за того прихода, который сейчас был. который сейчас стоит на выставке. Разрешение по звуку просто потрясающее. Мы не ожидали, что ряд наших колонок, которые тяжело было раскачать, тяжело было добиться баса, то есть играет потрясающее. Это что касается ТЭТ-ТЭ. А еще вопросик по ТЭКе. По поводу ACBU-12 выходов. То есть уходящий цифровой сигнал он преобразует в цифровую АЭС-ЕБУ. Да. А есть какие-то такие платы, чтобы я, допустим, на пероканальный звук из АЭС-ЕБУ разложил по канали? АЭС-ЕБУ центральный... Таких плат пока нет. Следующий продукт, который у нас не появился, но появится, он едет уже к нам. Это компания Крейсер. Я думаю, что многие из вас слышали данные названия в аббревиатуре другого бренда. Ну, сейчас немножко мы об этом поговорим. Собственно говоря, компания Монткейн. Наверное, всем знакома. И она существует. Ее ведет сейчас другой дистрибьютор. Но если говорить об истории создания компании Крейсер, то началась она в 1969 году. Создал ее как раз инженер звукозаписи Кен Крейсер и владелец салона Джон Миллер. В 1974 году они утвердили логотип компании и начали производство сабвуферов и сателлитных акустических систем. Соответственно, в 1977 году был официально выпущен первый образец коммерческого сабвуфера. Плюс Кен Крейсер очень много времени посвятил звукозаписи. И они были, ну, чуть ли одними из первых, скажем, а может быть даже единственными в свое время, которые работали в сегменте записи Direct-to-Disc. То есть не использовали мастер-ленту на магнитофоне, а записывали живой звук непосредственно на компакт-диск-проигрывателе, либо на виниловые источники. Что, собственно говоря, ну, чем они стали выделились на рынке, что их продукты, так сказать, были существенно более высокого качества. В 80-е годы, опять же, эпоха систем мегаканального звука, когда компания себя в полной мере реализовала. Причем реализовала она себя не только в сегменте консюмеров, то есть не только в сегменте бытовом, а может быть даже она в большей степени известна именно в профессиональном сегменте. Если мы сейчас посмотрим на награды или, скажем, на те звуковые дорожки фильмов, которые при монтаже которых использовалось оборудование на тот момент ММК профессионального уровня, то, скажем, я, например, как бы не знал об этом. В 85-м году использовалось оборудование в знаменитой студии Берро для записи британского камерного оркестра. Главный вехоль, в общем-то, в любую компанию отличается какая-то технологическая изюминка. 89-й год – это то инновационное решение, которое использовала компания ММК в производстве своих сабвуферов и чем они отличались. Это так называемая компоновка динамиков по системе Push-Pull. То есть так называемая двухтактная схема по работе двух динамических головок в закрытом корпусе при компоновке сабвуферов. Интересна она тем, что КПД данной конфигурации где-то в полтора раза выше на ватт усиления по сравнению с обычными сабвуферами. Начиная с 89-го года компания начинает выпуск своих сателлитных акустических систем с многотвиттерной конфигурацией. В 92-м году знаменитый сертифицированный PuTiHX сабвуфер MX-5000. И в 2011-м году Кен Крейсел решил организовать свою компанию, выйдя, ушел из той аббревиатуры M&K, которая существует до сих пор и создал свой бренд. Что, какие продукты созданы, какие продукты мы ждем и которые появятся у нас в ближайшее время. Это так называемые сабвуфера по технологии 3D, трехмерный объемный звук по так называемой пол-пульсар компоновки динамик. Если говорить по истории создания, немножко слайд не туда поставил, при записи вот этих знаменитых фильмов, а именно Звездных войн, Кинг-Конг, Властелин колец, Кабаре, падение ночного ястреба, Перл-Харбор, именно при записи сведения дорожек использовались профессиональные оборудования Кена Крейсел. Что из себя представляет текущий модельный ряд акустики, который мы ждем, который появится у нас, я думаю, что в ближайшее время. Значит, четыре модели, все модели сателлитные, и M&K, и Кен Крейсел выпускали только сателлитные акустические системы, наполненные акустики никогда не было. Все сателлитные акустические системы собраны по закрытой схеме, то есть нет никаких фазоинверторов, закрытый корпус, классический компонент. Четыре модели Q125, Q125 Center, QFH, и Q125 3FX. Основные отличия, ну, собственно говоря, то, что выделяло и M&K, и то, что продолжает философию Кен Крейсел, это использование нескольких твиттеров, которое дает существенное преимущество управлять направленностью звука. направленностью звука, улучшать динамический диапазон, достигается, ну, собственно, суть этой технологии это направить максимум звуковой энергии именно в зону прослушивания, чтобы слушатель слушал именно звук колонки, а не звук комнаты. Соответственно, вот, при использовании и осуществлении асимметричным управлением при диаграмме направленности, это можно добиться. Помимо этого, компоновка четырех высокочастотных динамиков дает нам увеличение акустической отдачи на величину 12 дБ, что является очень большим преимуществом по сравнению с компоновкой, когда используется один динамик. Соответственно, использовать более низкую частоту кроссовера в сравнении с этим. Ну, так выглядит модель 125-й, она чем-то напоминает, да, вот те знаменитые модели от M&K, ну, естественно, они переработаны. 25-миллиметровый мягкий купольный диффузор в твиттерах, 5,25 средний низкочастотный динамик, соответственно, кроссовер с возможностью управления диаграммой направленности. 125-й центральный канал, собственно говоря, партнер с 125-м сателлитом. И две модели очень интересных, это Кен Крейсел QFH, акустическая система, которая может использоваться в качестве фронтального канала с диаграммой направленностью фактически 180 градусов, поскольку здесь используется не только фронтальное излучение, но и боковое излучение. оптимизировано под данной колонки под новый дискретный формат 11.1. И тыловая колонка Кен Крейсел Q125-3FX для использования в качестве пиловой акустической системы. Необычность этой колонки заключается в том, что у ней есть возможность работать в трех режимах. Это режим прямого излучения, режим дипольного и режим трипольного. Продолжение следует...